В прямом эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике. И сначала коротко о главных из них. Опять прославились коррупционный скандал в рядах МЧС Хакасия обсуждают уже на федеральном уровне. У каждого второго проблемы с сердцем и подозрения на рак. Республиканские врачи озвучили предварительные итоги массовой диспансеризации. С миру помитки волонтеры из Абакана помогли конкретной семье из Таштыбского района. Последовать их примеру скоро сможет каждый. Дело о коррупции в управлении МЧС Хакасии получило федеральную огласку. Арестом заместителя начальника финансово-экономического отдела МЧС Хакасии Елена Фетисенко заинтересовались центральные СМИ. Сегодня следственный комитет задержал служащую на двое суток. Напомним, силовики возбудили против нее уголовное дело. Заму главного бухгалтера инкриминируется статья получения должностным лицом взятки в составе организованной группы в крупном размере. По версии следствия, подозреваемая придумала схему по сбору денег сотрудников МЧС, которая проработала почти два года. Вместе с коллегами женщина выписывала премии отдельным проверенным сотрудникам управления. Последних затем вынуждали возвращать в часть от выданного вознаграждения за то, чтобы в последующем получать премии в еще большем размере. Судя по финансовым документам, изъятым во время обысков с декабря 2012 по январь 2013, незаконная схема помогла предприимчивому заместителю главного бухгалтера заработать 185 тысяч рублей. Следствием устанавливается сумма незаконно полученного вознаграждения, а также причастность иных должностных лиц МЧС по республике Хакасия к получению взяток. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах совершенного преступления. Успешность, процветание и популярность у инвесторов Хакасия внедряет инвестиционный стандарт. Сегодня власти решают, что может дать субъект бизнесу и что возьмет взамен. Для этого Совет по экономическому развитию при главе республики рассматривает бизнес-проекты. Если идея выгодная, поддерживают финансово. Ольга Стельмах подробнее. Дать гарантию, создать все условия, чтобы бизнес-партнеры чувствовали себя в регионе комфортно. Ведь от них зависит существенная часть бюджета, а значит и всей Хакасии. Такую без преувеличения госзадачу поставил президент России. В Хакасию уже внедряют инвестстандарт. Некое руководство к действию, как привлечь малый и средний бизнес. А он республике сейчас нужен как никогда. Крупный бизнес на сегодняшний день, к большому счету, но учитывая те моменты, что колебания цен на рынке, он очень стал как-то уязвимым. И хромает так, что по 4-5 миллиардов только республика теряет. У нас небольшой регион. В этом году до 5 миллиардов прогнозируется потеря бюджета. Мы на правильном пути рождаем новое предприятие, рождаем новых партнеров. В выгоде от партнерства должны быть обе стороны, особенно если это касается крупного бизнеса. Свой проект Совету по экономическому развитию представила РЖД. В планах у железной дороги увеличить проходимость линии Междуреченск-Тайшет, в том числе участка, проходящего через Хакасию. РЖД надеется на льготы от правительства. Впрочем, в республике также есть что просить замен. Партнерство в социальных вопросах и сниженные тарифы по перевозке грузов для предпринимателей, особенно что касается рудных предприятий. Вопросы закрытия которых так остро стоял еще месяц назад. Нам нужно все сейчас сделать для того, чтобы наши два предприятия имели, ну, наверное, прежде всего, протекцию на железной дороге Тарас. Второе, льготный тариф. Нам надо год выжить. И мы вам дадим экономический расклад, где вы еще и заработаете. Совет одобрил еще два проекта. В Абакане откроется бизнес-отель, первый четырехзвездочный в Хакасии. Также мощную поддержку в 3 миллиона рублей получило и предприятие по изготовлению и монтажу металлоконструкций. Для тех, кто еще думает, куда выгодно вложить средства, через неделю заработает инвестиционный портал. Через этот сайт потенциальные инвесторы смогут увидеть всю информацию, где, как и на каких условиях предоставляется земля, имеется ли инфраструктура, а если понадобится, и оперативно связаться с руководством региона, буквально в онлайн-режиме. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Пешеходный переход, зона особого риска, даже на разрешающий сигнал светофора. Сегодня утром в Абакане ребенок попал под автобус прямо на зебре. Все произошло в районе третьей городской школы. При повороте с улицы Маршала Жукова на проспект Ленина водитель автобуса наехал на семилетнего мальчика, который переходил проезжую часть на зеленый свет. Водитель утверждает, что просто не заметил ребенка. В результате ДТП мальчик получил травму стопы, госпитализация не потребовалась. А на улице Кати Перекрещенко водитель сбил сразу двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал. Пенсионеры пострадали несерьезно, тем не менее, виновник ДТП доставил их в городскую больницу. Обоим пешеходам был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей головы». А на Аскизском тракте иномарка столкнулась с животными. Водитель автомобиля Тойота Камри, не имея прав, двигался с явным превышением скоростного режима. В темноте буквально влетел в четырех лошадей, которые шли вдоль проезжей части. Животные погибли на месте. В ДТП пострадал и сам водитель и пассажир и иномарки, в том числе ребенок. От гибели их спасли ремни безопасности. Завтра в многоэтажках Абакана может похолодать отсутствие тепла. Щути от жителей квартир выше шестого этажа. Причина энергетики на время уменьшит давление в тепломагистралях. Это необходимо, чтобы провести ремонт напорной задвижки сетевого электронасоса. Работы на теплоносители продлятся с 8 утра до 10 вечера. Специалисты Абаканской ТЭЦ успокаивают снижение давления воды в сети. Может повлечь незначительное падение температуры в квартирах в пределах 2 градусов. Автостоянку прямо в парке устроил владелец одного из кафе в центре Абакана. Сегодня утром в сквер в районе РДК пришли представители городского отдела экологии и паркового хозяйства Абакана. И отнюдь не на прогулку, а по работе. На машины, оставленные на территории парка, все чаще жалуются горожане. Ситуацией разбиралась и наша съемочная группа. Объектом пристального внимания городских чиновников стал парк в самом центре города, на пересечении улиц Вяткина и Ленина. После открытия узбекского кафе здесь действительно периодически можно увидеть несколько припаркованных машин. Согласно межеванию, у данных помещений со стороны парка есть собственная площадь. С улицы Вяткина это 3 метра технологический заезд, с Ленина 1 метр. Судя по накатанным следам, данные границы не соблюдаются. Автомобили проезжают, пользуются этим технологическим проездом, но заезжают и дальше в сам парк. И неоднократно наблюдались случаи их заезда уже на территорию парка. Каждый раз мы принимаем меры, значит автомобили эти уезжают, но все это повторяется. Факты нарушения подтвердили представители отдела экологии. Помимо автомобилей на территории парка расположен мусорный контейнер. К тому же со стороны проспекта Ленина разобрана часть паркового ограждения и организован незаконный заезд. Кто это сделал и кто будет восстанавливать, еще предстоит выяснить. Мы наблюдаем картину, что в центре города у нас параллельно с деятельностью точки общественного питания уже точка продажи автомобилей организовалась стихийно. Естественно такая ситуация недопустима. Арендатор приглашен в администрацию города для дачи пояснений. Полностью перекрыть заезд на территорию сквера нельзя. Данные здания не подключены к централизованной канализации. Поэтому несколько раз в неделю необходимо откачивать септик. А он расположен на территории парка. В перспективе, мне кажется, нужно прорабатывать вопрос предпринимателю, в том числе о том, чтобы выходить на централизованные сети. То есть прокопать и уже не будет проблемы и откачки, и заезда септика. И вот всего как временное решение проблемы городские власти предлагают установить шлагбаум. Это позволит владельцам кафе не допустить заезда в парк посторонних машин. Закон нарушаться не будет. При условии, если хозяева общепита сами не станут парковаться среди деревьев. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Каждый второй обследованный в рамках диспансеризации житель Хакасии имеет серьезное заболевание или риск его развития. Минздрав опубликовал сегодня предварительные итоги медосмотра в этом году. Врачи осмотрели больше 40 тысяч человек в возрасте от 21 года и старше. И только четверть обследованных можно назвать практически здоровыми. Половину медики направили на дополнительное обследование или на амбулаторное лечение в поликлинике. Среди них подозрения на онкологию у 9 тысяч человек, при том у третьей на злокачественную опухоль. На первом же месте среди заболеваний проблемы с сердечно-сосудистой системой. У каждого третьего более двух факторов риска выявлено. Это очень серьезно, потому что это ожирение, это злоупотребление алкоголем, это табакокурение. И самое серьезное, что у нас молодеют все эти болезни. То есть если раньше количество инфарктов были в более старшей возрастной группе, то сейчас поступают пациенты, которые нигде не обследовались, не наблюдались, сразу с инсультами, с инфарктами и молодого возраста. Добавим, медики подчеркивают, все болезни выявлены на ранней стадии и шансов от них избавиться больше. До конца года врачи планируют обследовать еще почти 40 тысяч жителей Хакассии. Кстати, в поликлинику не обязательно ждать приглашения от работодателя. Можно прийти на диспансеризацию самостоятельно с паспортом и полисом. Адресная помощь за 200 километров. Волонтеры из фонда социальной поддержки населения «Мир Добра» собрали гуманитарную помощь для конкретной семьи села Матур Таштыбского района. История о том, в каких тяжелых условиях выживает мать с тремя детьми, не оставила равнодушными многих и предпринимателей, и простых горожан. Подтверждение истинное о том, что хороших людей все же больше. В следующем материале. Абакан. Раннее утро. У входа уже приготовлены вещи для дальнейшей отправки в район. Все это от канцелярии одежды, обуви до продуктов и даже транспорт, газель, на который помощь повезут в Матур, все это результат отзывчивости жителей Абакана. Организатор акции фонд «Мир Добра» за 6 лет работы уже обрел постоянных друзей и партнеров. Тех, кто всегда отзывается на призыв о помощи. Воспитанники Абаканского училища номер 6 среди них. Подростки помогают загрузить вещи в машину, мы выдвигаемся. В пути три часа, и вот волонтерский десант на месте. С помощью местных разыскиваем нужный адрес. Татьяна Баргаякова дома. Именно ее история без преувеличения заставила содрогнуться совершенно чужих людей, живущих за 200 километров. Полнейшая нищета, когда троих детей нечем кормить и не во что одеть. Отсутствие работы, попытка залить горе и, как итог, решение уйти из жизни. Остановили женщину в последний момент. А сегодня пришла помощь. Оттуда, откуда действительно не ждали. Из Абакана. До нас зашла вот эта информация, которая не напрямую. И мы тут же объявили акцию сбора вещей. Нам предприниматели помогли, простые люди, вещи, обувь, продукты, мощи, средства, школьные принадлежности. В общем, собрали много, почти полгазели. Разбирая вещи, примеряя обновки, дочки Татьяны, Наташа и Альбина, стесняясь, рассказывают о своих успехах. Школьницы хорошо учатся, занимаются борьбой. Их медали висят на самом видном месте. Старшего брата Славы дома во время нашего визита не было, но подарки достались и ему. Провожая неожиданных гостей, Татьяна смущенно произносит. Пожалуй, главное, зачем в такую даль ехали волонтеры. Обещание исправить в своей жизни то, что еще можно исправить. Да, сейчас будем стремиться. Спасибо вам большое. Хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что не надо постоянно рыбу получать. Нужно самим что-то делать, не сдаваться в этой жизни. Что-то делать такое, чтобы... Ну, живем же ради детей. Впрочем, поддержка в тот день перешла не только в семью Баргаяковых. Несмотря на то, что помощь была адресной, ехали в конкретную семью, волонтеры в Амакане собрали столько вещей, что помочь удастся гораздо большему количеству нуждающихся. Оставшиеся вещи будут распределять уже в женсовете села. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести Хакасия. О том, как много семей в отдаленных селах нуждаются в такой помощи и каким образом каждый желающий в ближайшее время сможет поддержать земляков, мы расскажем в итоговом выпуске Вести Хакасия. События недели в это воскресенье в 10 часов 20 минут. Автолюбители Абакана сами открыли движение на еще недостроенном участке автодороги на улице Некрасова. Несмотря на запрещающие ленты, машины сегодня ездят среди дорожной техники. Нетерпение водителей вполне объяснимо. Этот отрезок пару метров в районе улицы Тельмана был без асфальта несколько месяцев. И то, что именно сегодня подрядчик начнет работу, никто и не ожидал. Горожане даже писали жалобы мэру о затягивании сроков ремонта. Стоит также отметить, отрезок улицы Некрасова от Тельмана до Кирова дорожники обещают сдать в ближайшее время. Если, конечно, позволит погода. В дожди и мороз асфальтовыми работами заниматься нельзя. Качество дороги будет плохим. В любом случае принимать результат будет специальная комиссия администрации города. Праздник советской молодежи. Комсомолу, одной из крупнейших организаций, когда-либо существовавших в России, сегодня исполнилось 95 лет. Позади без малого века, яркого рассвета и всеобщей популярности, а с перестройкой быстрого заката. Однако преемники Союза молодежи есть и в наши дни. Атмосфера в доме у Антонины Шадричевой сродни советскому времени. На книжных полках мировая классика. По соседству полное собрание сочинений вождя мирового пролетариата. Личный кабинет завален вещами тех лет, когда не быть комсомольцем значило быть не как все. Ведь получить заветный билет и вступить в ряды организаций более ответственного дня трудно было представить. Приехали, вручили билет. Нам так торжественно и так трогательно было. А что, еще 14 не было, да? 13,5 лет. И я приехала домой и показала маме своим. Вот все. А у меня мама хоть и не была, она, так сказать, не коммунистка, не комсомолка, но она сказала, смотри же, живи так, чтобы люди не смеялись. Живи так, чтобы людям нужно было всегда делать добро. Это движение практически век оставалось самым массовым и в то же время влиятельным на всей территории Союза. По сути, с помощью советской молодежи власть продвигала индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Девушки и юноши, выросшие на книгах «Молодая гвардия, как закалялась сталь», искренне верили в идеалы, ценности и ориентиры Компартии. Удивительное было время. Мы были молодые, нам было интересно. Комсомольцы считались передовым отрядом молодежи, и на молодежь всегда возлагалась большая ответственность. Помогали колхозам, совхозам, выезжали на поля, жили в палатках. Прекрасно. Комсомол не только занимался благими такими крупными делами, он вместе с тем занимался еще и воспитывал молодежь, нрав сильно воспитывал. В свое время наша молодежь большинством была задействована комсомолей. Комсомол курировал пионерию. Идеи построить коммунизм оставили с началом перестройки. Самое массовое молодежное объединение практически искоренили. Приемники либо остались самостоятельными группами, либо объединились в составе коммунистической партии. Юбилейный день для сторонников КПРФ, естественно, прошел торжественно. Для начала возложения цветов к памятнику Ленину. Причем молодые люди, пусть не в таком большом составе, но по-прежнему в первых рядах. О том, какой он современный комсомол, рассказали сами молодые коммунисты. Комсомол в 21 веке, чем изменился. Но я хочу сказать, что в комсомол идут ребята, которые действительно душой болеют за свою родину, за Россию, за страну. Пропагандируют не только здоровый образ жизни, но и идеи Карла Марса и Ленина. То есть идеи социализма. В праздник советской молодежи бывшие комсомольцы, как и в прежние времена, вновь почувствовали себя в строю. Попробовали свои силы в творческих состязаниях и проверили спортивную ловкость. Впрочем, отметили, не масштабно, как раньше, но все же с душой. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok